Девушки отдыхают 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 На самом деле, на картах, когда ты играешь, если можно кого-то скинуть, то, конечно же, всегда могут скинуть также тебя тоже. Поэтому всегда нужно следить за своей позицией и стараться не подставляться. Но, если честно, скажу тоже по своему опыту, что тот же Люсио, который сам пытается кого-то скинуть, очень часто подставляется, и это нормально. То есть я тоже за Люсио падаю в яму иногда бывает, бывает, кого-то скидываю. Но если ты играешь агрессивность, ты пытаешься кого-то скидывать, тебя тоже будут иногда скидывать, потому что ты позицию отдаешь, идешь в агрессию. Но делать это уже далеко не всегда. Есть ситуации, когда играть агрессивно и пытаться, например, рискнуть жизнью, чтобы кого-то скинуть, не нужно Один из дефолтов таких, это наличие ультимейта Если, допустим, у Люська есть басы, то имеет смысл один файт с басами сыграть с Ивола Чтобы все-таки иметь возможность басы дать и не умереть случайно Вот тут, на самом деле... Что произошло? Произошла такая ситуация, Люська играл довольно агрессивно на точке И на самом деле, в момент, пока он играл, ситуация, правда, была более-менее нормальная То есть, играть, конечно, так можно, но видишь, ты наказал Хайнун И произойти могло, не только Хайнун, могло все что угодно произойти В точку могли, наверное, влететь оппоненты У меня, вот момента до этого, все было нормально, скажем Вот здесь вот, в эту секунду, уже позиция у тебя не очень Ты пукнул Диву? Окей Все, в эту секунду, когда ты видишь двух оппонентов, летающих в чекпоинт У меня появилось дикое желание сейчас отойти назад Генжи, и Генжи здесь находиться тоже не должен В итоге, получается, вообще, что ты здесь танк То есть, никого нету Точка горячая, да, безусловно, точка горячая Но за тобой есть тиммейты Это А Б, если ты умрешь, скорее всего, здесь твоя команда все-таки будет отъезжать Потому что у противника очень неплохо в поинт Танк залетел, Сапра залетел Они контестят, и плюс ты видел еще Макри Который подошел Вот он стал направо, да То, что он давал Хайнун, конечно, да, прочитать Будет ли он давать Хайнунн, ну, может не получиться Но ничего страшного, в любом случае, если бы ты на пару секунд раньше начал отходить И облизывал бы угол входа в точку То Хайнун тебя бы не задел От него спрятался бы Точку бы отдали, но ты бы хотя бы выжил Иначе просто видишь, что получилось Получилась такая же ситуация, как если бы ты отошел, только у вас еще минус Люсю Они и так и так точку забрали От того, что остался на точке Никакого плюса ты не получил толком Тут, то есть, получается, ты недооценил агрессию оппонента И свою позицию слишком агрессивно оставил Хотя нужно было более пассивно занять Отойти Ну, тут группируемся с командой Смотрим, куда они идут, на самом деле Ждем Нет смысла переключать просто так На выходе, так точно Скорость За хилл, за хилл, за хилл Басы готовы, но сдавать просто так не хочется Басы в идеале торговать, хотя бы в какой-то ультимейт Я не понял смысл этих басов, на самом деле Зачем ты их отдал Басы это ультимейт, которые Которые Можно либо продать Либо обменять на что-нибудь И причем спектр на что Это огромное количество Сейв ультимейты Типа Барьера Люська и Транса Дзена Меняются, в первую очередь, на такие же ультимейты От вражеской команды То есть на басы вражеского Люська, скажем, как Дефол На атакующие ультимейты На нож Генжи На Анимбот Солдата Очень хорошо помогают Иногда на Гравитон помогают Тогда не помогают Ну, то есть, есть ульты, которые пробивают Ни за что только не юзаются на ульту Дивы На ультимейты, которые пробивают Басы стабильно Хайну, например, там Если тоже схапливаются Там в самом комбинации идут, скажем так Из ультов, которые только В одиночку пробивают Басы Это стабильно только взрыв Дивы Вот на взрыв Дивы Молодые людськи тоже отдают ультимейты Иногда в паблике Это явно ошибка Явно сдавать их не нужно Потому что если человек все равно не убегает от взрыва Его все равно пробьют С большой вероятностью Плюс ко всему Получается так, что за басы вы просто выживаете от вражеской ульты То есть это, ну, один из самых худших трейдов басов Которые только могут быть На Дивы басы отдавать не стоит Никогда лучше умереть В любом случае, здесь ситуация такая, что У вас никого не убили, все нормально То есть у врагов тоже Окей, убили солда Вы стоите, стоите, стоите У вас минус один У вас минус один, и ваш генжи влетает И докидывает ультимейт То есть по темпу вы просели по количеству людей Но зато генжи жал ультимейт и ускорил темп Считая, минус один точно сравнял Что мы видим по ситуации на экране За нами точность обезьяна Слева макри, справа рипер Но генжи полетел резать людей за тобой И макри там точно нету Макри слева здесь не достанет И не поможет никак Рипер с точки тоже не успеет добежать до генжи То есть генжи в грозе небольшой Там максимум два человека на нем Обезьяна плюс один Учитывая, что генжи с ножом Скорее всего моментально вырежет Чирика Какого-то, в которого влетел Он, ну, генжи, как правило Первым дэшем Старается сделать сразу же фраг Моментально по кому-то По какому-то сквишу с 200 хп Ты решил добавить басов И мхо здесь Ну вот, если ты разворачиваешься И видишь ситуацию, да Люська, он так и происходит Сразу же вылезает И в принципе он остается Против одной обезьяны, грубо говоря Ну, максимум еще кого-то одного Но он не в опасности Этого генжи никто не убьет Его прям быстро здесь точно не убьют К тому же вас здесь больше Оппонента здесь меньше То есть, ну Басы под вопросом Три ты их в купол дал Когда даешь басы Купол обезьяны блокирует Растекание этой лужи Если купол быстро не проломать Или с басами не выбежать из купола То басы могут быть забочены куполом С куполами обезьяны Нужно аккуратно, когда за людьми играешь Смотреть, куда ты басы даешь Чтобы купол не отрезал тебя от тиммейта К которому ты пытаешься дать его Ну, то есть Здесь можно было сыграть банально Просто экономнее Это все Не было розы, ради которой Можно было давать басы Получилось, что вы потратили комбу Нож плюс басы Комба не самая эффективная Есть такая комба Давно ее даже любили Ее взять в командах Было дело Но В данной ситуации Я не сказал бы, что басы были нужны Я бы не спешил К тому же ты Вот Когда за людьми играешь Тоже можешь в самом начале раунда В самом начале игры Только появился пик противника Там После первой смерти, например Или после выхода на мит Если есть время Ты можешь просто тап зажать И посмотреть Есть ли у оппонента Персонажи Ультимейт которых Ты хотел бы контрить Если ты играешь С юси и зен Это работает Если ты играешь саппорта С сейф ультой Вот это отличный пример Только что Ваш занятый заблочил ульту рипера Рипер прожал ульту и умер Если ты прожимаешь тап И видишь, что у противника есть солдат Рипер Там Генжи тот же То имеет смысл Иногда басы и транс Пытаться мариновать Чтобы ловить Вражеского дипеса С ультой Потому что По ценности ультимейтов Нож, размененный на транс В принципе Ну, почти одинаков Наверное по стоимости Почти одинаков По стоимости ульты Но Генжи, который влетает на контакт С ножом Он, как правило Отдает позицию сразу же То есть он поставляется Потому что он вынужден Он контактник И если он пытается кого-то убить И этот человек Кажется спасен трансом Как правило Генжи может даже умереть за это Вот Относится не только Генжи К риперу тоже Риперу тоже, пожалуйста В этой ситуации Рипер пошел ультовать Ультанул Сразу сдох Секунду Дзен хорошо сыграл В этой ситуации В вашей команде Очень Очень по вэлью Хороший транс получился Один в один по ультимейтам Ульты примерно равные Но вы еще убили рипера В итоге в плюс уходит команда И Получается в данном Случае В данной катке У противника второй дпс Это макри У макри хайнун То есть ульта не такая опасная И поэтому тебя За то что ты басы влевал никуда Тебя не особо накажут Потому что у них нету Второго дпс Если бы у них был Генжи Сейчас с ножом Вас могли бы порезать Понимаешь Они бы просто зашли И порезали Потому что ты басы отдал Но поскольку У них нету Второго дпс С агрессивной Мощной ультой У макри ульта Довольно слабая Трудно реализовать Все такое Ну здесь он неплохо сыграл На самом деле нормально Позиция была Плюс-минус агрессивная Но команды глубоко лезут Там дзен был Еще глубже чем люсов Поэтому Эти басы понятно Овертайм Поэтому все ульты сдаются Вы стояли глубоковато Но твои тиммейты Были еще глубже чем ты Поэтому позиция была Неплохая В принципе За люська стоять Где-то Вторым-третьим человеком Самое оно Можно иногда Наглеть и убегать вперед Лезть на рожон Потому что люсов Довольно верткий И в принципе Если ты за люська Убегаешь вперед Ловишь какое-то количество Дэмэджа Кого-то бупаешь Дамажишь Толкаешь И не умираешь Самое главное То это будет плюс Для этой команды Так как этот Дэмэдж Татхилдишь Даже сам Просто побега В следующие 5 секунд Если не попадешь Под фокус И не умрешь И получается Что противник Который стрелял в тебя Просто потратил время Так Ну ждем Роут на втором этапе В команде Небольшие изменения По пику вижу Фара появилась Ну фары на Непале Объективно не так плохо Пойдет Ротхок Дива тоже пойдут В принципе Ну вот та самая Считалась Когда человек стоит АФК Там Дива осталась Не в твоей ауре Сто процентов Но на самом деле Вот на этом этапе Довольно важно Выйти быстро Поэтому я здесь Даже фару не ждал И правда Тут просто лоп-лоп Столько на них происходит Каждая секунда важна Отмотаю еще раз Секунду А че хил не прожал Сразу Ну хотя Дива наверное Не успел бы спасти Завучка в таком замесе Если ты находишься Рядом с одним Двумя танками В данном случае Перед тобой было Прямо рядом Два танка Можно Ешку Прямо по КД Спамить На самом деле Я НГ же даже Не стал бы ждать На каком-то Более высоком уровне На про уровне Да и правда Бывает даже Люськи оставляли Ешки Чтобы законтрить Вражеский врыв Или какие-то Влеты Но в таком мясе В такой перестрелке На миде в паблике Как правило Команда есть Настолько много дэмэджа Что будет уже поздно Просто если ты ставишь Ну например Дива умерла очень рано Вражеский люсь очень сильно Перехилил тебя Ну Отчасти это Вина команды тоже Потому что Скорость набивания Саппорт ультимейта Зависит от того Сколько тиммейтов Находится возле тебя В случае люсью И если твои тиммейты Просто разбежались банально Ты ничего не можешь сделать с этим Надо просто Чтобы они играли кучно Пытаться только Если голосом заставить Их играть кучно По другому никак Я бы остался с хором Тут ими делать нечего Все равно Надо бегать за кем-то Когда играешь на люсе Можно спокойно Кому-то присасываться Как будто бы ты мерся И давать ему Бонус скорости Хила Если команда Не группируется Особенно Ну если не знаешь Куда пойти Куда стать То просто выбираешь Любого тиммейта В данном случае Хок отлично подойдет На самом деле И бегаешь с ним Захиливаешь Спидуешь его Ну получается такой Приватный баф Для одного тиммейта Он просто сильнее Становится Ну а в бою уже там Волей-неволей Кто-нибудь подбежит Многовато держишь На скорости Я бы здесь уже Секунды две Как хилил На скорости вообще особо Держать смысла Часто нету Вот так вот менять Тоже перекидывать В бою Я тоже не люблю Ну тут сам виноват Подставился Как это обойти Можно было Только если Просчитал бы сам Вражеский стан Рейна Если бы считал Стан Грехарта В идеале Саппортом играет И можешь это делать Играя саппортом Можно парочку Ультимейтов В принципе Особенно людьком Вражеских считать Ну подставился Вышел в неправильную позицию Слишком агрессивно стал Тебе нет смысла Стоять на прямой линии За твоим тиммейтом Ты же лечишь АОЕ Просто от лайн оф сайта То есть от видимости Если ты тиммейта видишь Ты его лечишь Поэтому можно было Даже снизу оставаться И просто хилять его Ну идея пойти в точку Тоже правильная Ты должен быть замеси То что фара убила бывает Фара на самом деле Грозный противник Люсила на стенках Я фару не надвижу Больше всего Когда волк ламлю Когда лажу по стенам На некоторых артах Потому что фара Легко попадает Под тебя И сбрасывает тебя Б Много дэмэй ЖЦ Садоракет Сразу по столбам Улетает Слишком больно Сомнительная была ульта Я бы не стал Давать в этой ситуации Ну в такой ситуации У тебя минимум На таймере Еще 50% Есть времени Поэтому уже спешить Срезаться ульта Нету Смысла Давай еще раз Глянем на ситуацию Почему здесь Просто посмотрели Количество ультов Которые выливают противник Мора отдала ульт А Вы сделали 1 пик Окей Неплохо Но они отдали 1 ульту То есть они тоже Опять же забалансили По темпу Считай игру 1 в 1 После этого Мереса прожал ульту Это ваша Мереса Или их Мереса Это их Мереса Прожал ульту Их Мереса Прожал ульту Б Фара прожал ульту С Макри Хайнун Д Что они 4 ульта Вкинули Они просто На вкидывали Море всего Макри Только ваш был Да? Три ульты Или их Макри Не понял Ну Энивей В этом В этом бою Вложение ультов От оппонента Было просто огромное И Я бы на самом деле На твоем месте Предпочел В такой ситуации Сохранить басы Еще и по той причине Что Давай глянем Какая ситуация была Когда ты выходил Никого из тиммейтов Не было видно Просто в кого-то Долбасы Вот Посмотри За тобой генжи Окей Условно На генжи Басы Резолюцию Вот до тех Тиммейтов Вот до тех Тиммейтов В точке Которые убегают От фары За угол Ты не достанешь Басами То есть Ты получается Басы Даешь тупо В себя Эти басы Улетели в себя Это раз Б Противник Вкинул кучу Экономики Я бы в такой ситуации Лучше просто Засерил бы басы Потому что Время не поджимает Еще два пуша Точно будет Если еще В следующем файте У вас были бы басы Мне кажется Вы затащили бы Прямо 100% Должны были Мне кажется Твои басы Вообще не повлияли На самом деле На исход этого файта Ну и Рейна Опять-то В Рейна В стан Бежал С Рейном Аккуратно Надо Желательно Стан Рейна считать То есть Вот бывают Такие персональные Противники Если играешь На Люсю Контактно Люсю Вообще Рейну Доставляет Проблем Так много Если Пупает Его постоянно И т.д Постоянно Со спины Бегает Тоже долбит Неприятно Такой маленький Засранец Но Нужно Знать про вльту Ну окей Окей Спорный Конечно Тоже в момент Отдать спиды Или нет Решил отдать Ну Здесь басы Бы не спасли Тоже Ладно Окей Просто Плохой выход Но тут Я могу дать Просто другой Вообще тип Я не знаю Колю ты Командили Нет Но Вы зря Пошли наверх Когда происходит Накодхи Ситуация На этом этапе Непала Такая Что у вас Остается последний пуш Нужно всегда Идти по мейну В точку Ну не всегда Но Почти всегда Потому что Выходы через верх По длинной Традитории По длинному Вектору Они затягиваются По времени А у вас времени нету То есть условно Если бы у вас противник Здесь вот сейчас не вайпнул А просто вот так вот Стоял бы И перестреливался Ты просто представь Вы стоите и стреляетесь И время тикает Секунда 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 И все Остается пару секунд А вы стоите и стоите Вот представь просто ситуацию Когда Никто ни в кого не влетает Вот они отходятся с щитом И вы стоите тоже Стреляетесь с ними Ситуация для вас Не в вашу пользу Она просто патовая У вас будет позиция такая Что вам нужно будет Через оппонента Нестись в точку На скорости И коснуться ее пытаться В общем В этой ситуации Точно нужно было Идти в чекпоинт Макри Было бы труднее дать хайнун Возможно Вы точку бы закрепили То есть Часто дают в паблике Пройти на точку На этом Непале Поэтому тут Что нужно было делать По другому Отойти в поинт Это сто процентов На хайкаунт Ити в последний пуш Не надо было Оппоненту просто Куда удобнее принимать вас А время играть не на вас Но ожидаемо То что они выигрывают Этот файт Они получили Хорошее преимущество Твоя ультапа экономика Ушла в никуда на леске Плюс Хороший хайнунт Макри Очень хороший Триплкил Он реализовал спокойно Ну вы поставились Под него сами В общем Этот раунд Залит Минимально залит На самом деле Игра на саппорте Она Особенно на котхе На очень большой процент Зависит от ультимейта В случае Дзена и Люсион То есть Одни биты Сдал в никуда Если противник Сдает все ульты Четко и не ошибается Даже одной ульты В никуда Хватает Чтобы наказать Потому что Время очень быстро проходит Таймер до стартикает Просто в секунду Так что надо Очень осторожно Решающий раунд Репри неплохо На этом стеже На последнем Решающем Он второй по счету Потому что здесь Точки происходят Замес и Дистанция близкая Пару оппонента Ну макри У вас есть Щита только нет Довольно близко стоишь Этот рухлак Могся спокойно Хукнуть Я бы не подходил Так близко На твоем месте Либо Какую-то стенку Поблизывал Два варианта Вражеский рейн Очень глубоко заехал Моментальное наказание Просто отдался Повезло Тут Даже Заслуги вашей команды Не запишешь Потому что рейн Просто заехал Один в шестерых Я не знаю Что это было Я даже не буду спрашивать Просто Реперт тупо пошел В соляру В шестерых Вошел И ультанул И сдох Такой пухчам Конечно Окей У Хога еще получилось Хотя бы убить Ультумеры Нормально Он еще и Макрюш Утал Я честно говоря Согласен Что Ну здесь вот Нашлюсь Он демки Он занял позицию В точке И пошел далеко И в принципе Позиция была правильная Все было нормально Но тиммейты Родхог и рипер Просто какое-то безумие сделали Побежали вперед В толпу Начали мясо Какое-то там Два в шесть И еще неплохо Разменялись В общем В этой катке Ваша команда Много сильнее Чем вражеская Чувствуется По ощущениям Позиция была правильная Не надо было Лезь помогать им туда Вообще По-хорошему С другой стороны Ну Макрюш Здесь без комментариев Просто Час расплаты Погреть на хук Ну Вот тут Кстати В этой ситуации На твоем месте Если ты слышишь Союзную хайну Ну Вообще В принципе Знаете Вот если вы слышите Союзную какую-то ульту Любого персонажа Почти любой саппорт Даже любой саппорт Может чем-то ему помочь Всегда Если это Генжи Мириса Может ему дать буст Ана может его Похилить Дать ему Нано Плюс Может дать ему Спиды Дзен Может дать ему Орб То же самое Своим ботом То же самое Ну абсолютно С любой ультой То есть Если ты слышишь Союзной какой-то ультимейт Устерка куса Притта должна Внутри Ну что-то Ёкать так Не знаю Переключаться И ты должен Хотеться Хотеться ему Помочь Сразу же Моментально В этой ситуации Ты просто Заигнорил То есть Просто Бегаешь Ооо Тут че-то Пацаны Бегаю Ооо Макрюльтует Ооо Нормально Плевать Буду по поинту Что спасти Возможно Ты бы Владива спас Возможно Непонятно Мы не видели Что было Непонятно Может Ты не успел бы Дойти до слона Но 2 секунды Здесь было На спидах Не знаю Трудно оценить Но в любом случае У тебя Сразу видно Тригера такого нету У тебя нет желания Помогать своему дипесу Он ультует А тебе все равно Ты такой Помиду просто Ооо Стенка Ща покатаемся Но неправильно Саппорт А дипесит Думай должен Какая-то нереально Соляр от липера Просто внутри их Пошел вил Репер завозит Это было Супер нагло и глупо Зачем Просто что это Что Мне кажется Сейчас в голове Просто обезьяна Такая знаете С этими Обезьяна С тарелками Сидит просто И лупит Типа Когда бежишь Шеспа И понял Что твои Приделает Триплкил И тебе В этой игре Делать вообще Ничего не надо Ты такой просто Ооо Жанкред Чтооо Короче Зря забежал В толпу Если по нормальному Очевидно Что с басами А Когда у тебя появляются Басы Сейф Ультимейт Ты сразу же Должен играть Супер пассивно И пытаться Себя Сохранить Для команды Чтобы басы Дать вовремя Поэтому Тут надо было Вот здесь Подошел к виперу Все уже остановиться Уже Налево за колонну Отойти Либо налево за стенку Отойти Либо направо за стенку За колонну Отойти И ждать Ингейш От оппонента С басами Саевого Саевого Не подставляйся Аккуратненько Аккуратнейше Неприметнейше Ну это Это конечно Фейспоун Он просто Парень Решил Прибежаться С респа Еще раз Я надеюсь Ты басы Не будешь давать В этом файте Я очень надеюсь Потому что Они отдали Всего летаем Даже не думай Об этом Нет Ну Короче Второй дефолт Который должен Вбить себе Каждый саппорт Который играет Плюськом Или дзеном То что Иногда можно Дать тиммейту Умереть Как я уже говорю Особенности На кодхе У тебя есть время У тебя 100 к нулю Зачем Вкидывать ультимейт Если Если у тебя 100 к нулю 100 к нулю У тебя еще Три пуша Будет Три Рисковать Чтобы спасти Рипера Который Один на поинте Который Может быть Возможно Если ты Достанешь До него Басом Выживет И возможно Кого-то Убьет Нет Он сдох И дзен транс Еще садил Они еще Двое мульти отдали Ну Окей Это на самом деле Тоже хорошая ошибка Если у тебя в команде Одновременно И дзен и люсио То Крайне желательно Коммуницировать Со своим вторым тиммейтом И спрашивать Его Либо брать Все в свои руки И говорить ему Что ты дашь первый ультимейт Либо Позвольте ему Первый ультимейт То есть Сказать ему Например Зен Зен Ай Гона Ульт Ферст Или там Зен Ю Шут Ульт Ферст Ай Гона Сейф Ультимейт Чем быть Такое Ну то есть Попытаться Примитивно Языком Объяснить Чтобы он Сдавал Ульту Если ты Хочешь Чтобы он Сдавал Ульту Либо Самому Сдавал Ульту Если ты Сдавал Ульту Две Сейф Ульты Одновременно Это Довольно Популярная Фейва Даже в Прокомандах Такое Бывает Из-за Мискоммуникации Но Я даже Не хочу Вообще Обсуждать Ситуацию В которой Были сданы Эти два Ульта Это Тотальный Бред Просто Тотальный Бред Это Это Еще Три Файта Точно Будет И они Отдали Всю Экономику Зачем Вы Рискуете И докидываете Всю Свою Экономику Тоже Зачем Если Можно Просто Сейчас Было Бы Выходить С Испа С Ультой Дзен И Ультой Люська Ну Это Было Очень Опрометчиво Просто Представь Что Сделал Баритер Под Ультой Дзен Свищ Могу Не Обоснован Вообще Ничем Кроме Того Что Типа Ты Боялся Что Не Успешно Копить Еще Одну Ульту Но Я Я Болюсь Не Менял На Твоем Месте Окей Давай Моя Ру Глянем Шар Нормальный Нет Нет Слишком Слишком Маленькое Желание Лечить В этой Ситуации Пред тобой Есть танк Который Тебует Хила Это Обезьяна Неполная Лечи Ее Лечи Ее Нет Нет Лечи Ее Она Неполная Она Неполная На процентах Еще 33% На Экране Это Говорит О том Что За Мойру Тоже Еще Можешь Свет Накопить Ульту У Мойру Вльта Быстрее Всего Копится От Хила Если Перед Тобой Есть Битый Танк И Ты Мойру Слышат С ним Ты Всегда Его Лечишь И Б Если У тебя Пол ХП Ты Отходишь Назад А не Идешь Вперед Сосад Дамедж Иначе Ты умрешь От Любой Встречной Банки Размен Более Менее Но Оппоненты Еще Мерся Не Все Тут Надо Лисадиться Но Вы Саппортами Очень Сильно Закинули Экономическую Туреру Просто Очень Сильно Вы Отдали Конечно 20 Фильтов Никуда Туда Вот Ну Окей Продолжаем Это Все Еще Виннабел Так То Выиграть Будет Трудно Но Виннабел Можно Считать Что Пуш Было Кромически Выбили Из Ни о чем Шаг Вообще Никуда Не надо Буду Давать Такой Шаг Шаг Нужно Буду Давать На Хил Здесь По-любому Посмотрите У тебя Танки И Давать Нужно Было 3 Секунды Позже Здесь Выходим Пуш Еще Ничего Если Ты Собираешься Ингер С Командой Ты Скиллы Не Отдаешь Ты Скиллы На Спам Как Ты Отдал Этот Шарик Только Что Вот Только Если Вы Находите Состояние Инактива То есть Пуша Не Будет Вот Прям Перед Пушем Отдавать Скиллы Никогда Не Надо Не Налево Налево Нормально Нормально Прям Прекрасно Глубокова Валис Сейчас Дива Полищить Будет Ульта Посмотри Но И Советов Полюску Ну Вот Честно говоря Демка Полюску Из Мастера Получилась Не Очень Информативная Ошибка Не Так Много Было Тем Все равно Они Были А Пытаться Коммуницировать Со вторым Саппортом Если Это Занято Особенно Чтобы Не Давать Сейф Ульты Вместе Б Это Если У тебя Есть Басы Стараться Играть Сейвови Не Вбегать Вперед Лицом Не Троговать Стараться Отойти Может Быть Назад За Стенку Куда То Спрятаться С Если У тебя Есть Время На Контроле Если На Контроле Есть Время В запасе 100% Не Отдавать Рискованные Ультимейты Зачем Если Ты Можешь Просто Рисет Ниться И Зайти 100% Обрежать Хорошую Ульту Просто Риск Не Обоснован Он Не Стоит Свеч Вообще Не Стоит Что Ещё Там Можно Д Д Если Даже Ты С Фулл ХП На Точке Всё Равно Стараться Занимать Какую Свою Позицию Чтобы Команде Ультует Любым Саппортом Можно Ему Помочь У Любого Саппорта Должен Быть Триггер На Попытку Помощи Своему Тимейту С ультом Слышишь Генжи Ультанул Моментально Прекущусь На Спиды Рванул Через Пулкарты Пытаться Ускорить Даже Секунда Которую Ты Подбежишь Даш Своему Генжи Спидов Может Помочь Может Помочь Реализовать Эмобуэйт Вот Как-то так